Транспортники, как и обещали, начали трехдневную забастовку. Часть из них приостановила свою деятельность на регулярных маршрутах до 9 февраля включительно. Как отметили в Ассоциации работодателей автоперевозчиков, в четверг микроавтобусы возобновят свою работу. Перевозчики недовольны тем, что Министерство инфраструктуры не удовлетворило их просьбу о повышении стоимости проезда. В ведомстве прокомментировали ситуацию, ну а гражданам сегодня пришлось кое-как справляться, чтобы добраться до мест назначения. Этот мужчина намеревался и страшен попасть в неспорены, но из-за того, что маршрутки не ходили, пришлось прождать более получаса и все впустую. Почему такси не берете? Дорого. Куда мне надо, 280 леев стоит. Это для вас много? Если получаю пенсию тысячу леев, откуда я возьму эти деньги? В подобной ситуации оказались десятки жителей Страшенского района добраться. До работы было не на чем. Некоторые прибегли к услугам таксистов. Не отправляются сегодня микроавтобусы из Страшенского автовокзала, а вот машин служб такси, которая в ожидании пассажиров, стала вдвое больше. Если проезд на маршрутке из Страшен в Кишинев стоит 12 леев, то за поездку на такси нужно выложить 150, а то и 200 леев, рассказали нам водители. Тем не менее, недостатка в пассажирах сегодня не было. Скажите, пожалуйста, увеличилось число такси? Сегодня вас больше? Да, вышли. Воспользовались ситуацией? Нет, работаем легально, выполняем нашу работу. И клиенты есть. С утра сделал несколько рейсов в Кишинев, отвез людей на работу. Есть и те, кто сюда приезжают. Однако большинство наших собеседников признались нам, что воспользоваться такси не могут, слишком для них дорого. А поэтому и остается им мерзнуть у дороги в надежде, что кто-то их подберет. Я приехала на попутки, потому что не знала, что маршрутка не ездит. Все люди приехали на попутках из-за этого. Я из Кишинева сюда на такси приехал. Отсюда тоже, думаю, на такси поеду. Недорого? А что поделать? Здесь стоять. Выбора нет, надо ехать. Сейчас на ту сторону перейду. Может, еще будут желающие. Поедем вместе. А откуда деньги? И так мало платят. Сейчас, если подорожает, как будем ездить? Дома будем сидеть. Одна из наших собеседниц призналась, что давно ездит на поезде, если ей куда-то нужно. Так, говорит, безопаснее. Я езжу на поезде, так лучше. А почему? Не так опасно. А на той маршрутке, боже упаси, очень быстро едет. А так, лучше поездом. И на центральном автовокзале сегодня были пассажиры, которым не на чем было добраться домой в село. Очень плохо. Как вы сюда добрались? Еще вчера приехал. И на чем обратно поедете? А вот не на чем. Сейчас мне что делать? Здесь до утра оставаться? Мне негде. Сегодня ничего не ходит. Откуда вы приехали? Из Пухоя. И на чем? На попутной машине. А обратно на чем? Думаю, тоже на попутке. Больше не на чем. По словам в Рио главы Северного автовокзала, в рейс сегодня не вышло существенное число водителей регулярных маршрутов. Ситуация печальная. К сожалению, наверное, для всех. Вы видите, вокзал сегодня соответствует где-то, я бы даже сказал, европейским требованиям. Вы сами, наверное, здесь не первый раз. К сожалению, пассажиров сегодня нет. Они, большинство, были оповещены о том, что будет забастовка двух-трехдневная. И, к сожалению, где-то на данный момент 35 транспортников не поставили бусы для отправки пассажиров. С другой стороны, в Министерстве инфраструктуры нам отметили, что лишь малая часть водителей, работающих на регулярных городских маршрутах, не вышли на линии. И пока никаких жалоб от пассажиров о нехватке транспорта ни в ведомство, равно как и в нациоагентство автоперевозчиков, не поступало. По информации Анта, была приостановлена лишь небольшая часть маршрутных регулярных рейсов. Большинство перевозчиков продолжают ответственно оказывать государственные услуги гражданам. В Министерстве также добавили, что на ближайшие дни намечены новые переговоры с транспортными операторами о выводах, прошедших ранее консультаций.